Привет всем, меня зовут Корецкий Сергей и это The Fakty. Когда-то в детстве я отстал от экскурсионной группы в катакомбах, но к счастью за мной вернулись. Но это был самый сильный испуг в моей жизни, и я еще долгое время боялся темноты и замкнутых пространств. И когда я искал ролики для этого видео, то набрался экспириенса на 10 лет вперед. На просторах интерната существует множество видеозаписей, отснятых под землей, но я постарался отобрать для вас самые жуткие и правдоподобные. И прямо сейчас топ 7 самых страшных и загадочных видео, отснятых под землей. Погнали! На первом видео некто неизвестный ведет видеосъемку в каком-то туннеле. Как он туда попал и для чего неизвестно. Причем туннель освещается, а значит он не заброшенный, и его используют по назначению. Только вот для чего? Внезапно свет гаснет. Судя по звукам, парень пытается что-то зажечь, чтобы осветить путь. Но вдруг он бросает камеру и убегает. КОНЕЦ Кто эти люди? Почему они так странно двигаются? И что на них за одежда? Пишите ваши догадки в комментариях. Следующее видео было снято в канализации на камеру ночного видения. И я не имею ни малейшего понятия, что это за существо на нем запечатлено. Что-то между кенгуру и велоцираптором. Если у вас есть какие-то догадки по этому поводу, дайте знать. Габриэль Босенбери опубликовал это видео в октябре 2016 года. Мужчина услышал странные звуки из канализации, когда шел по улице ночью. Когда он подошел к канализационной решетке, то обнаружил там человека. Парень с фонариком в руках что-то искал и неразборчиво бормотал себе под нос. Когда Габриэль спросил, что тот здесь забыл, парень ответил, что ищет кота. В канализации. Ночью. Один. Ну да, ну да. Когда оператор его спросил, прячется ли он тут от кого-то, то парень в ответ начал петь песню «Удивительная грация». Когда его снова спрашивают, что он делает, тот отвечает, что он следует инструкциям. Оператор сообщает ему, что он собирается звать на помощь. И будем надеяться, что он это сделал, так как искатель котиков явно либо был под чем-то запрещенным, либо кукуха у него улетела в теплые края. Парень по имени Джош вместе с друзьями исследует заброшенные места, включая дома, учреждения и даже пещеры. В одном из видео они исследуют пещеру возле Маунт-стрит, Хэлленс, в Вашингтоне. И в ней находят маленькую девочку, которая просто стоит возле стены, без фонарика, да и вообще каких-либо вещей. В глазах легко читается страх и паника. Парень спросил ее, как ты сюда попала, но она не ответила. Тогда он спросил, говорит ли она по-английски, и она отрицательно покачала головой. Джош предложил ей пойти с ними на поверхность, но девочка была слишком напугана и отказалась куда-либо идти. Тогда один из друзей сказал, что пойдет за помощью, а остальные остались с девочкой. Как девочка попала в пещеру? Почему была одна? Что с ней произошло? Чем закончилась эта история? Если вы владеете какой-то информацией, пишите в комментариях. В этом видео парни решили исследовать канализацию ночью. Как по мне, идея так себе. Пройдя к месту назначения, они спустились через люк вниз. Освещая себе путь, парни ходили по подземным туннелям, говорили, смеялись. Но оказавшись в полной темноте, один из парней достает еще фосфорные палочки, и когда подносит их к груди, за спиной парня появляется лицо у маски. Парни тут же бегут со всех ног к выходу. Выглядело это реально страшно, даже если это был просто розыгрыш. Следующее видео снято хоть и не под землей, но все же имеет к этой теме непосредственное отношение. На кадрах мы видим, как парень с девушкой бегут по улице под зонтом. Как внезапно девушка проваливается в канализационный люк, прикрытый картонкой. Парень сбрасывает туда и зонт, и накрывает крышкой и куском пластика. Как оказалось, парень задолжал своей девушке 100 тысяч юаней, или около 16,5 тысяч долларов. Чтобы не возвращать долг, мужчина пошел на преступление, столкнув женщину в канализационный люк. Потерпевшая провела под землей 60 часов. В итоге она сделала из своей одежды веревку, по которой добралась до поверхности. Люк, закрывающий вход в канализацию, был слишком тяжелым для нее. Однако китаянка отчаянными криками смогла привлечь внимание прохожих, которые пришли ей на помощь. И напоследок таинственная история про исчезновение человека в пещере. В 2014 году заядлый и опытный путешественник Кенни Вич сообщил в своем посте в интернете, что он обнаружил таинственную пещеру в пустыне Невада. Он утверждал, что чем ближе он подходит к загадочной пещере, тем сильнее испытывает вибрации, которые буквально сотрясают его тело. Вскоре они стали настолько невыносимыми, что он не мог двигаться дальше в глубину пещеры. Он лежал в темноте и в какой-то момент даже стал опасаться за свою жизнь и поспешно выбрался из этого зловещего места на поверхность. Позже он объявил, что готов к следующей экскурсии в пещеру М. Но вторая попытка проникнуть в пещеру также оказалась неудачной. Несмотря на предупреждение, он сразу же решил сделать третью попытку – покорить строптивую пещеру, но на этот раз вооружившись пистолетом. 10 ноября 2014 года Кенни Вич снова оказался в суровой пустыне, отправившись в двухдневный поход, из которого он так и не вернулся. После многодневных поисков никто не имел ни малейшего представления, куда исчез Кенни. И был ли он здесь вообще? Он как будто растворился в воздухе. С тех пор его никто не видел. Берегите себя и своих близких. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok